К другим темам. Многие тюменцы стали забывать, что они в ответ из-за тех, кого приручили. По крайней мере, жители дома на улице Магнитогорской, которых расселяют. Люди переезжают в новые квартиры, но не хотят забирать с собой домашних животных. Брошенные кошки и собаки встречают зиму на улице. Кто им помогает, узнала Анна Княжева. Кошка Машка сидит рядом с пустым домом. Хозяева получили новую квартиру, а Машку с собой решили не брать. Вот она старенькая, но сколько ей может быть? Вроде-то четыре. Соля такая, вот таком. Алла Ланецкая, которая периодически приезжает и подкармливает Машку, тоже когда-то жила в одном из аварийных домов на улице Магнитогорской. Когда ее переселили в новую квартиру, забрала с собой не только своих животных, но и соседских – собаку, кошку и трех котов. Что делается с людьми, я не знаю. Ну, поехали вы. Ну, все, это твое животное, позаботься о нем, пристрой его. То есть семьи, которые забрали, а процентов 60-65 семей не забрали. Вот они нам их и скидали. У соседа Аллы Павла, который ждет расселения, сейчас живут шесть кошек и две собаки. Хотя изначально у мужчины был только один питомец. Павел пытался поговорить с хозяевами брошенных животных, но те отказались забирать своих кошек и собак. Ну, они аргументируют, что они, кошки, не хотят к ним идти. То есть прямым текстом. Ехать не хотят. Не хотят ехать туда. То есть я подхожу, соседка вот выехала через стенку, кошка бегает на улицу, вот, которую вы сейчас снимали. Вот, она ко мне на руки не идет, но я подкармливаю, хожу ее, подхожу к соседке. Сначала звонил несколько раз, говорю, заберите кошку. Она говорит, она не хочет идти к нам. Чтобы прокормить эту ораву, Павел ежедневно готовит по две кастрюли еды. Плюс к этому выносит блюдце с кормом для таких, как кошка Машка. Некоторые животные обитают на улице рядом с пустыми домами бывших хозяев. Скоро эти бараки снесут, а на их месте появятся новостройки. Куда денутся все брошенные животные, пока не ясно. Если говорить о частных секторах, то там оставляют собак, это, ну, практически всегда, потому что собаку, которая все же живет на цепи, и которой хозяин, пока не живут вместе, особо там не подходит, только там поесть бросит. А с кошками, кошек обычно забирают. Ну, всякое тоже бывает. Сейчас благотворительный фонд потеряшки пытается пристроить более 300 животных. Волонтеры обещают помочь кошкам и собакам с улицы Магнитогорской найти новых хозяев. Анна Княжева, Евгений Доценко, Тюменское время. Анна Княжева, Евгений Доценко, Тюменское время.